Здравствуйте, дорогие наши YouTube-зрители, YouTube-зрители канала Боровой Лайф и канала Брумера. Мы начинаем наше интервью с Константином Анатольевичем Боровым о том, что было и что есть. Константин Анатольевич, тогда сразу задам вам вопрос. 1993 год, 5 октября, расстрел парламента. Можно назвать это новым временем? Ну, во-первых, 4 октября. 4 октября, да. Во-вторых, вы знаете, у этого момента очень много названий. Пострел парламента, вот то, что вы. Черный день, пожар. Преступление Ельцина, там много названий. На самом деле, знаете, я вот посмотрел в интернете, как описываются эти события. Почти всегда описание начинается с 25 сентября, когда Ельцин, президент России, сдал указ 93 года, 21 сентября, указ 1400 о прекращении деятельности. Вот этой группы, которую возглавлял Рудской, Хазбалатов. И, значит, 4 октября, это сколько, 9, ну, 2 недели. Через 2 недели, вот это открытое столкновение, и возникает ощущение, что, ну, вот Ельцин взял и сдал такой указ, который ему не понравился парламент Российской Федерации. А потом он его расстрелял, расстрел парламента, есть свидетельства. То, что это противостояние продолжалось 92-93 год, началось 1 декабря 92-го года. Ну, об этом очень мало пишется. Вот эту информацию найти очень трудно. То, что я очень хорошо понимаю молодых там читателей, тех, кто пытается разобраться в этом времени. Ну, им морочат голову. То, что конфликт этот, противостояние Ельцина и Хазбалатова с Рудским привел к проведению референдума всероссийского. Референдума, на котором был задан вопрос, кого вы поддерживаете, Ельцина или Хазбалатова с Рудским. Все началось с того, что съезду Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Это делегаты в основном от коммунистов на 90% и агентуры КГБ тогда. Им не понравились реформы Гайдара. Они выступили против демократии по существу. Они потребовали остановить реформы Гайдарова у Рудского, ну, вице-президента тогда Рудского. Он хотел быть премьер-министром. Он хотел сам руководить этими реформами. И началось противостояние довольно жесткое. Они пытались отстранить Ельцина от власти. Верховный Совет СССР, ну, который съест, который, ну, в значительной степени избран был просто в другой стране. Понимаете, Ельцин, который был избран народом для того, чтобы проводить реформы демократические, превратить вот этот огрызок Советского Союза в демократическое государство. Это естественное было противостояние. И то, что тогда на стороне Хазбулатова, Верховного Совета, были вот эти консервативные силы, КГБ. Понимаете, это там люди, которые работали на центральном телевидении. Я уже говорил об этом. Руководители крупных проектов, эти журналисты-международники, ну, просто те, кого КГБ поставило на эти проекты. Они начали антидемократическую пропагандистскую кампанию. Тогда была очень сложная ситуация для КГБ. Ельцин говорил о необходимости распуска КГБ. Он говорил о том, что эта организация нереформируема. И у сотрудников КГБ, ну, было состояние отчаяния, истерики. Им грозил распуск, и, возможно, даже публикация всех данных о них в прессе предполагалась. Ну, это один из вариантов действий. Предполагалось, что Ельцин проведет люстрации против этой преступной организации. Люстрации означали публикацию всех данных об этих людях, об их агентурной сети, о всех стугачах. И запрет им участвовать в политической деятельности, временной там, на 5, 7, 10 лет. То, что сделали с нацистами в Германии. Вот. И они этого очень боялись. И это был внутренний механизм вот этого противостояния. КГБ боролось за сохранение. КГБ боролось за... Против правительства Гайдара. За рыночные реформы. За радикальные рыночные реформы. К сожалению, им очень много удалось. Правительство Гайдара фактически пришлось уйти в отставку. Вместо него Черномырдин стал премьер-министром, который, конечно же, остановил реформу. И Верховный Совет, который год боролся с вот этим демократическим путем развития России и пытался просто перехватить власть у Ельцина, у демократов, так сказать. И в поддержку вот этого Верховного Совета из Приднестровья были направлены просто боевики с оружием. На территории Верховного Совета проходили марши вот этой партии, созданной КГБ, РНЕ, марши боевиков со свастиками. Без всякого эвфемизма, преувеличения, понимаете, вот эти люди со свастиками маршировали. И когда генерал Макашов вывел их за пределы Верховного Совета, когда они начали погромы в ближайшем здании, в мэрии, когда они направились к центральному телевидению, чтобы захватывать его. Вот они произносили, этот генерал Макашов кричал об этом, это все осталось на пленке, что мы вас, жидов, всех там к ногтю. Вот, это было достаточно длительное в течение года противостояние сторонников демократического развития России и противников. Среди противников оказались вот эти КГБшники. Кстати, давайте если уточнить, почему все-таки не была проведена иллюстрация. Вот, нарицательная фамилия Филиппа Бабкова, да, вот его приводят в пример, как очень такое ясное понимание того, что человек остался у власти, вот КГБ остался у власти. Почему? Вот вы можете чуть-чуть глубже уточнить, именно почему не была проведена иллюстрация? А Ельцин собирался это сделать вместо Ключкова, который был тогда, ну, очень короткий, правда, срок в тюрьме, был назначен Бакатин на руководство КГБ. У него было четкое поручение реформировать эту организацию, хотя Ельцин считал, что она не реформируема, ее нужно ликвидировать. И мы тогда выступали за иллюстрации против сотрудников КГБ и против руководящих структур КПСС. И на каком-то первом этапе Ельцин поддерживал эту идею. Но вот после этого конфликта с противниками реформ, ну, мне кажется, он просто был напуган. Но он понял, что, имея дело с очень хорошо организованной силой, которая проводит пропагандистскую кампанию, которая не хочет допустить расформирования этих структур безопасности, Бабков возглавлял Пятое управление КГБ, это политическая полиция фактически. Ну, лично он не был какой-то там принципиальной особой фигурой. Вот. И, вы знаете, сравнивать надо не с тем, что могло бы быть, а с тем, что было. Что было в странах Балтии. Все документы о сотрудниках КГБ были мгновенно опубликованы новой властью демократической в Эстонии, в Латвии, в Литве. И они все оказались, так сказать, на свету. И, как это было в России, уверять, что они сторонники демократии, сотрудники КГБ уже не могли. Ну, вот в России это было, это, кстати говоря, десятки политических партий были созданы сотрудниками КГБ, экологические организации. Они очень активно принимали участие в этой работе. Они пытались остаться в политике, ну, в разной форме. Ну, вот в частности, это то, что тогда очень бросалось в глаза руководители экологических политических партий. Все возглавлялись или в руководстве принимали участие активные сотрудники КГБ. Вот. Я... Мы продолжали настаивать, я, Галина Васильевна Старовойтова, на необходимость иллюстрации. Ельцин был против, ну, вот в какой-то момент он сказал, вскочил, сказал, что так вы и меня люстрировать собираетесь. Вот. Он все-таки был секретарем Свердловского обкома партии. Вот. Несмотря на то, что вокруг него были сторонники демократии, ну, относительно последовательные, там, Сахаров, Собчак, многие другие, он все-таки оставался ментально коммунистом. Именно поэтому, скажем, вот эта форма существования России в качестве федерального государства его совершенно не устраивала. Он не умел управлять федеральным государством. Вот. И... Ну, у него просто не получалось это. Именно поэтому началась Первая Чеченская война уже в 95-м году. А как вы считаете, олигархи или ближнее окружение Ельцина были на связи с КГБ? Бывшие агенты или, ну, назовем своим словом, стукачи, люди, которые чем-то обязаны были этой организации? А, вы знаете, я бы не преувеличивал значение или влияние КГБ на бизнес. Это все-таки были очень сильные, независимые люди. Другая концепция, ментальность другая. У меня был, знаете, многие офицеры КГБ тогда, до 91-го года и сразу после, пытались создать коммерческие структуры. Вот был создан офицерами КГБ такой концерн «Анд». Но он существовал на фактически, ну, конфискованные средства. То есть они уже тогда занимались грабежами. У них не получался бизнес. У меня был такой любопытный случай. Я уже был успешным руководителем биржи. И ко мне обратились, это 91-й год, начало, еще Советский Союз. Ко мне обратились через каких-то знакомых, несколько молодых людей, которые пришли ко мне и сказали, да, мы сотрудники КГБ, бывшие. Мы создали, они создали такую биржу недвижимости. И они создали банк «Московская недвижимость». Прямо сотрудники КГБ, они повесили в начале Кутунского проспекта огромную рекламу, которую по размеру там превосходящую, там, все, что можно было себе представить. Мы, биржа уже богатая, с миллиардным оборотом, мы не могли себе это позволить. А они сделали. И они обратились ко мне с просьбой проконсультировать их, потому что у них что-то там не получается. Я сказал, ну, хорошо, делали. Я такой был, знаете, меня называли тогда гуру российского бизнеса. Ко мне обращались предприниматели, которых арестовывали. Мы проводили там митинги, демонстрации. Однажды пришлось самолет даже снимать. Мы летали в Челябинск, там арестовали крупного предпринимателя. Мы бились за него, Тинякова. Вот. И я говорю, ну, пожалуйста, приходите. Они сказали, нет, нам надо, чтобы вы на нашей территории нас проконсультировали. Но я посоветовал со своей охраной. Они говорят, ну, это ребята, да, КГБ. Там они вас убивать не будут. Ну, я поехал. У них была конспиративная дача в Кратове. Это под Москвой. Они меня туда привезли. Они запретили мне брать с собой охрану, секретаря. Значит, мы все вам обеспечим. И главный вопрос, который они мне задали, почему у них не получается? Я говорю, ну, как вы делаете? Они говорят, ну, мы вот создали биржу недвижимости. Очень достойные организации вошли в эту биржу. Мы через нее продаем недвижимость, которую получаем от Госнаба, от Лужкова, от других структур. Я говорю, а вы почему не допускаете обычных брокеров с российской биржи? Они не допускали. Они говорят, ну, нам эти жулики не нужны. Мы там среди достойных людей перераспределяем это. Я говорю, вот ключевое слово вы перераспределяете. У вас нету конкуренции. У меня в это же время была конкурентная, так сказать, борьба с московской товарной биржей. Они тоже не допускали полной конкуренции. Они тщательно отбирали брокеров, проверяли даже партийный стаж. Это я пошутил, конечно, не проверяли. Вот. Я им объяснил, что полная конкуренция нужна. Только в условиях полной конкуренции побеждают сильные и побеждают организации, которые создают условия для этой конкуренции. Вот. Но они сказали, ну, мы не можем этого допустить. Там, чтобы все, что мы распределяем, доставалось каким-то жуликам. Я говорю, так не распределяйте. Продавайте по рыночным ценам. Ну, нет, мы этого тоже не можем. Через несколько месяцев эта биржа недвижимости исчезла. Банк, московская недвижимость, исчез, разорился. Вот. Не получали, легко получали лицензии. Вот Артем Тарасов, это один из предпринимателей, которые появились вот в самом начале. Кооператив, его кооператив «Техника». Вот он получал, он пользовался услугами КГБ, делился с ними прибылью. Он получал тогда очень труднодоступные лицензии на экспорт. Ему удалось получить лицензию на экспорт томатной пасты. И он экспортировал в огромных объемах томатную пасту в Италию, пасту в Италию в основном. И взамен получал компьютеры. И продавал их, и прибыль составляла там тысячи процентов. Ну вот такого рода сотрудничество, я бы его назвал коррупционным сотрудничеством, оно было с сотрудниками КГБ, с КГБ. Но основная масса предпринимателей все-таки не были агентурой КГБ. По многим причинам, как говорил Крючков, сам Крючков это объяснял, он сказал, что все эти кооператоры нынешние, 50% из них это уголовники бывшие. Ну это понятно, это люди, нарушавшие там экономические законы, которые получали сроки за спекуляции, за предпринимательскую деятельность. То есть это было, кстати, статьей уголовного кодекса. А вторая половина – это евреи. Но и те, и другие были плохими кандидатами на сотрудничество с КГБ. Константин Антонович, есть общее мнение, что олигархи, богатые люди, обокрали Россию. Даже Мария Певчев в своем последнем фильме как бы об этом дает понять, как вы считаете. Самый простой вопрос. Ну это простой ответ. До 1991 года, когда экономика была в руках коммунистов, когда экономика просто умирала, они продолжали печатать деньги. И эти деньги, если бы это была конкурентная среда, эти деньги падали бы в цене. Но они держали курс доллара, 90 копеек. А у людей образовывались огромные накопления денег на счетах, которые ни на что нельзя было использовать. Ну пустые магазины. Ну вот самый простой пример. Я в ранние советские времена, в 80-е годы, прихожу в магазин, у меня ребенок, жена, нужно что-то есть. А полки пустые, ничего нет. То есть у меня в кармане есть там 50 рублей, 100 рублей, большие деньги по тем временам. Но преобразовать их в товар, в продукты питания я не могу, потому что ничего нет. Для того, чтобы купить мясо или молоко, надо вставать рано утром, идти к магазину, вставать в очередь, выстаивать несколько часов в очередь. И тогда тебе от щедрот советских достанется кусок маленьких мяса с костью или какой-нибудь продукт, тоже не очень свежий. А коммунисты напечатали много деревянных денег, которые нельзя было превратить в товары. Вот это была скрытая форма инфляции, когда Гайдар открыл экономику, то есть возникли свободные цены, но эти деньги очень быстро обесценились. Ну, центральный банк продавал доллары по 90 копеек, но всегда ограничено. Я в 89-м году поехал в Соединенные Штаты. Мне разрешили, я ехал на месяц, мне разрешили поменять 60 долларов. Только эту сумму, не больше. Больше нельзя было. Ну, представляете себе, на 60 долларов прожить месяц в Соединенных Штатах, ну, это невозможно. Мне приятели помогали там, кто мог, кто чем мог. Они напечатали деревянные деньги, которые не котировались, которые ничего не стоили. Поэтому, когда возникли свободные цены, возникла и настоящая цена этим деньгам. Этот рубль превратился в 3 копейки, естественно. И, конечно, это сделал не Гайдар. Гайдар просто обнаружил эту проблему, сделал ее явной. А напечатали эти деревянные деньги коммунисты, Горбачев. Константин Натальевич, вот вы упомянули фамилию Гайдара. А как вообще относитесь к фигуре Гайдара и Черномырдина? Если безосновательно своего личного отношения у нас у всех есть. Ну, вот, один был премьером и другой. Ну, то есть, Гайдар был исполняющий обязанности. Черномырдин долгое время все-таки был премьером. Как вы к ним относитесь, как к людям, которые регулировали экономику того времени? Ну, Гайдар – экономист, профессор, ученый, специалист, который запустил экономику, который предотвратил, ну, просто голод в России. Вот. На смену ему пришел Черномырдин, который вообще ничего не понимал в рыночной экономике. И Гайдар очень смешно шутил по этому поводу, что российская экономика – это такой обучающий процесс, самый дорогой для Черномырдина стал обучающий процесс. Но он очень прислушивался к мнению того же Гайдара. Институт Гайдара продолжал работать. Многие сотрудники, бывшие сотрудники Гайдара остались в правительстве Черномырдина. Но он совсем ничего не понимал в рыночной экономике. Во всяком случае, в начале своего срока, так сказать, пребывания. Ну, и он не был очень умным человеком. Он был со временем, мы поняли, что он человеческий, милый, такой, знаете, без мата, человек, который без мата не умел говорить. Вот. Когда начинал говорить без мата, у него получались совершенно абсурдные высказывания. Никогда этого не было, и вот опять. Ну, и так далее. Но таким же милашкой был, кстати говоря, и руководитель визошной разведки. Евгений Максимович Примаков. Прекрасный тамадан. Вот. Но это не отменяет, так сказать, его, ну, сущность такую. Ну, из КГБ. Хотя, в отличие от, скажем, чекистов, Черномырдин использовал свой авторитет, чтобы решать проблему. Вот когда захват был это Басаевым, Черномырдин вмешался. Фактически он создал условия для мирных переговоров, которые случились позже и закончились Хасавьевским соглашением. Вот. Но у меня личные с ним тоже были столкновения. Вот в этих частушках Кости Борового, которые я использовал в избирательной кампании 96-го года, я очень сильно издевался над Черномырдином. И они развесили плакаты по всей России. Плакаты этой партии, которая называлась «Наш дом России». И там Черномырдин вот так вот делал ручки, вот, и, значит, изображал «Наш дом России». И частушка, которую я написал, значит, она звучала так. «Лысый дядя на плакате ручки домиком сложил, чтобы не видел избиратель, что он хрен на все ложил». Это частушка, понимаете, поэтому и ложил. Поэтому и не хрена, а более… Да, мы понимаем, понимаем более острое выражение. И, ну, мне это рассказывали, у нас много было общих, так сказать, сотрудников. Один сотрудник рассказывал, что к нему подошел юрист и сказал, давайте Борового судить. Ну, суды находились под влиянием, как вы понимаете, правительства. И Черномырдин сказал, нет, судить Борового не будем. Константин Анатольевич, вот вы уже упомянули, мы медленно перетекаем в тему 96-го года, выборы 96-го года, о которых до сих пор спорят. Вот ваше личное мнение, кто победил в 96-м году? Это были честные выборы. Легенда о том, что победили коммунисты, коммунисты и распространяли. Легенда о том, что Ельцин откупился от Зюганова. Но он откупался от коммунистов, потому что они обладали огромным влиянием. В Государственной Думе, где я был депутатом, коммунистов было почти 50%. А с учетом того, что многие из партий Наш Дома России поддерживали их, из Черномырдинской партии, им было больше 50%. Они чувствовали себя хозяевами. Они требовали от Ельцина, чтобы он финансировал их вот эти регионы, где у власти были коммунисты, где они проводили свои эксперименты с регулированием цен, с недопущением конкуренции, с регулированием зарплат, цен на хлеб. Ну вот то, что Лужков делал какое-то время. Из-за этого возник, собственно говоря, кризис, когда вот эти государственные обязательства, правительство просто бы не было в состоянии их исполнять. Кризис по государственным обязательствам возник, да, довольно быстро. В 96-м году коммунисты составляли вот, ну, 50% в Государственной Думе. И в 98-м был кризис облигаций государственных обязательств, фактически. Государство слишком много заняло денег на вот это, на исполнение хотелок коммунистов. Ельцин пытался договориться с ними, и не потому, что они ему позволили победить на выборах, они ему не позволяли. Это была честная борьба, очень открытая, активная, и 148% там не появлялось. И коммунисты были среди наблюдателей и в избирательных комиссиях. Вот, если бы они победили, такой бы крик был «Мама, не горюй!». Знаете, они проиграли, проиграли Ельцину. Зягуанов проиграл Ельцину и, в общем, смирился с этим. Но потом, в связи с тем, что их было большинство в Думе, он начал требовать, блокировал принятие бюджета. Но у него были инструменты шантажа Ельцина серьезные. Константин Александрович, задам вам острый вопрос. Может быть, если не захотите, можете не отвечать. Геннадий, я отвечаю на все вопросы. Для меня острых вопросов не существует. Окей, скажите, пожалуйста, олигархи купили выборы для Ельцина 1996 года? Или все-таки по-другому выглядело? Вы знаете, понятие олигархов – это люди, которые обладают финансовыми ресурсами и властью. И находятся у власти. Вот мы знаем из этого замечательного произведения «Государь», как в Италии эти олигархи управляли государством, страной. Я имею в виду Макьявелли. Вот олигархи, которые были до Путина, они не обладали государственной властью. Они влияли на государственную властью. Но они все находились в конкурентной борьбе. Гусинский, который владел телеканалом НТВ, Березовский, который оказывал решающее влияние на воздействие на канал ОРТ, они находились в конкурентной борьбе. Каждый из них доказывал свою полезность, необходимость Ельцину. Но они конкурировали. Они поддерживали демократию в России. Потому что оппозицией Ельцину были коммунисты, были чекисты, были все вот эти консервативные силы. Говорить, что олигархи привели Ельцина к власти, это все равно, что говорить, что неразумный народ привел Ельцина к власти. Ельцина к власти привели те, кто хотел, кому понравилась демократия в России, кому понравилось ездить за границу, понравилось покупать мясо, ну, дорогое, но не отстаивая, часовые очереди. Понравилось то, что рассматривалось как какая-то фантастика в советские времена. Знаете, этот был анекдот, что приехал в Израиль человек, который спрашивает, когда у вас появляется клубника. Ну, это советский человек, он имеет в виду, в каком месяце появляется клубника. Понимаете, ну, ему отвечают, что, ну, самое раннее в 6 утра, но в 8 утра уж точно. Понимаете, предполагать, что количество сыров может быть, что сыр просто свободно продается в магазине. Это уже очень сильное предположение для советского человека, который покупал сыр в плесени, понимаете. И не потому, что это французский сыр, а потому, что это, там, не ликвид, а предположение о том, что, может быть, там, 20 сортов сыра одновременно. Ну, это просто из области фантастики. Вот, так что демократия нравилась обществу, нравилась народу. Хорошо, а если бы победил Зюганов? Ну, вот, смотрите, в то же время практически в Польше победил коммунист Квасневский. 10 лет был президентом, и Польша не свернула с демократического пути. Ну, наверное, какие-то были... Технические вещи, но все-таки, как вы предполагаете, если бы все-таки Зюганов победил, что бы было? Ну, другие, другой исторический опыт, другая психология, другой народ. Вот, я думаю, что они бы сделали то, что им рекомендует Владимир Ильич Ленин. Прийти к власти, используя демократические... Прийти к власти, используя механизмы буржуазной демократии, А потом эти механизмы отменить, разрушить. Ну, вот, это же... В Польше это не получилось, потому что очень сильно были традиции свободы, демократии, понимаете, И попытка начать фальсифицировать выборы, ну, она бы встретила сопротивление. Ну, вот, в Соединенных Штатах это встретило сопротивление? Встретило. В Грузии вот эти грузинские мечта Иванишвили, Бедзина, которые пытаются сегодня установить авторитарный режим. Это встретило сопротивление? Встретило. И причина, ну, в общем, довольно короткий период демократии, когда народ привык принимать решения сам. И когда ему говорят, что вы все иноагенты, мы вас там к ногтю прижмем, народ начинает возражать. Константин Иванович, перескочим в наше время, 7 мая, Путин положил на Конституцию. Наши зрители могут понимать, о чем идет речь. Как вы думаете, надолго? Смотрите, приход Трампа к власти. Что это изменит для России? Безусловно, изменения на рынке энергоносителей. И снижение цены, и России придется подвинуться. Соединенные Штаты опять превратятся из импортера в экспортер нефти. Более последовательная позиция антитоталитарная. Путину опять придется тихо сидеть, пока у власти республиканская партия. Ну и много-много всяких новостей для Путина очень неприятных. Которые экономика не работает. Уже Газпром, вчера или позавчера, Газпром объявил о распродаже части своей собственности. Потому что им не хватает ресурсов, так сказать, поддерживать основные проекты. Экономики в России нет, она не работает. Россия существует только за счет доходов от энергоресурсов, сырьевых ресурсов. В тот момент, когда центр ослабляется, центр власти начинает поднимать голову регион. Все как в Советском Союзе. В 89-й год, 88-й, 89-й, 90-й, 91-й. Заявление фактически о независимости. Заявление о необходимости хозрасчета в странах Балтии. О необходимости независимости проходят митинги. Люди в Украине, в Казахстане заявляют о необходимости независимости в Белоруссии. Демократический союз Лерочкина-Возгонская, один из своих съездов проводил в 89-м году в Украине. И поддерживал патриотические вот эти партии, которые выступали за независимость Украины. Вот. Этот процесс не быстрый, тогда уж во всяком случае был. Вот. И вы знаете, наверное, что Горбачев и советские военные, спецслужбы, КГБ пытались остановить этот процесс. В Грузии вот эти саперные лопатки, штурм Вильнюсской телебашни, когда они посмели высказывать эти мысли, свобода мысли высказывать, так сказать, в своих передачах. В Казахстане подавление восстания фактически студенческих выступлений, в Баку погромы настоящие, которые, правда, были спровоцированы там КГБ. Вот. Но неважно, переходной процесс. Я думаю, что Путину не хватит никаких Росгвардии, СОБРов, спецназов для того, чтобы победить этот процесс, остановить его. Это естественный процесс. Продолжается процесс дезинтеграции огромной Советской империи. Он не завершен, он продолжается, и он будет продолжаться до тех пор, пока на территории России не образуется много разных государств. Демократических, имперских, авторитарных, нейтральных, подверженных влиянию каких-то соседних государств. Вот. Но этот процесс идет, и он будет продолжаться. То есть, вы считаете, модель ухода или отстранения Путина – это, как говорили, верхи или низы? Элита, так называемая, или все-таки народ как-то уберет его от власти или не уберет? Ну, вы понимаете, такого рода преобразования, они не происходят только с помощью верхов или только с помощью низов, с помощью народа. Происходит некоторая консолидация, что ли, общественная. Ну, вот как мы видели, как в Украине было, как патриотические и демократические партии в Беларуси выступили за независимость Беларуси, избрали Шушкевича. В Казахстане – то же самое. Назарбаев в период, так сказать, начального своего развития – это был сторонник демократии, развития демократии, который не очень поддерживал вот эти консолидационные настроения ГКЧП. Вот, в республиках Центральной Азии все эти маленькие царьки, они, ну, по совершенно другим соображениям, не по соображениям патриотизма и демократии, развития. Они, конечно, захватили власть, в некоторых странах установили, ну, жёсткий авторитарный режим. Перед 91-м годом так случилось, мы совершили биржевой совет, ну, бизнесмены, так сказать, вот российской биржи, мы совершили длительный несколько месяцев тур по республикам Советского Союза. Мы посетили там Азербайджан, Грузию, Узбекистан, ну, вот все республики. Вот, и тогда Горбачёв не возражал против того, чтобы мы агитировали за демократию и рыночную экономику. Нам не помогали, но и не мешали, понимаете, и я проводил беседы с первыми секретарями республиканских коммунистических партий. Многие меня принимали, соглашались или спорили в Украине. Тогдашний секретарь ЦК убеждал меня, что после того, как, значит, Россия станет независимым государством, мы продолжим помощь России, мы не допустим, чтобы в России умирали с голоду. И когда я ему начал объяснять, что в том зерне, которое Украина собирает, 90% это энергоносители, это металл, и что чернозём, безусловно, играет важную роль, но не решающую, он очень сердился, спорил со мной. Вот, так что мы и подготавливали это явление. В нынешних условиях ничего подобного, так сказать, осуществить невозможно. Я думаю, меня тут убеждали в том, что мне даже в Москве из аэропорта не позволят выйти, поскольку всё-таки какие-никакие, а структуры двух политических партий за Боровым стоят, вот, поэтому маловероятно, что ему разрешат чекисты так вот свободно покинуть здание аэропорта. А как вы думаете, будет борьба за власть? Если будет, то, а за что? Вот, что останется, за что стоит побороться в России? Власть ради чего? Ну, власть ради власти. Ну, вот, сегодняшняя, скажем, война в Украине. Это не война за территорию. Территории Путину не нужны. Территория – это лишние проблемы. Территория Чеченской Республики – это 7 миллиардов долларов в год. Вот. Ему не нужна территория в Украине. Ему нужно сохранить власть в России. Это главная причина, почему он так агрессивно действует в Украине. Ему нужна консолидация общества в России. Ему нужно не допустить ослабления власти. Потому что ослабление власти, особенно в регионах, делает их просто де-факто, ну, независимыми. Они начинают думать о выживании собственном. И они с меньшим уважением относятся к центральной власти. И ослабление центральной власти – это ослабление влияния на регионы. Это потеря власти. Понимаете, в нынешних условиях неуспехи армии в Украине – это ослабление власти. Это регионы, которые начинают думать и говорить о самостоятельности. Что совершенно не устраивает Путина и его окружении. Тем более, значит, вот окружение. И окружение начинает, видя слабость власти, оно начинает думать о собственном выживании. Все эти олигархи в окружении Путина, которые накопили, ну, немеренные ресурсы за границей, которые давно уже граждане европейских государств, Соединенных Штатов, при ослаблении Путина, они начинают вести себя как независимые предприниматели. Что, конечно, ослабляет власть Путина над ними. Понимаете, так он их стравливает, понимая, что они вот здесь где-то под боком. А когда они теряют к нему интерес, вот, начинают больше заботиться о своих компаниях на Западе, там, во Франции, в Соединенных Штатах, Германии. Вот, когда он их теряет из зоны, так сказать, влияния, зоны видимости, вот, он начинает очень сильно беспокоиться. — Константин Анатольевич, последний вопрос, заканчивается наша очень интересная беседа. Ваш короткий прогноз на ближайшие три месяца, скажем так, на лето в отношении Украины и России? — Ну, похоже, все-таки Путин планирует очень активные, агрессивные действия против Украины, как и предсказывалось много раз уже. Его время заканчивается с приходом Трампа, приходом республиканской администрации. Может быть, оно не заканчивается, но оно модифицируется, оно должно менять форму. Потому что вот в этой форме агрессивной империи, опасной для всего остального мира, он существовать уже не сможет. Это значит, что у него осталось до выборов полгода, значит, у него осталось очень мало времени, чтобы укрепить эту власть, чтобы создать, ну, условно говоря, переговорные условия для будущих переговоров, скажем, с администрацией Дональда Трампа. Ему нужны агрессивные действия в Украине. Для него это спасение, к сожалению. То, что в этих условиях демократическая администрация продолжает его поддерживать и провоцирует его действия, говорит о том, что вероятность его наступления на севере Украины очень велика. Константин Натальевич, большое спасибо за эту очень острую беседу. Нашим YouTube-зрителям предлагаю подписываться на канал Боровой Лайф и на канал Брумеры, писать комментарии. И до следующей встречи. Она наступит очень скоро. Всего вам самого лучшего. Спасибо, Геннадий. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.